Я соединяюсь к вашему клубу пострадавших в кафедре анатомии. Я тоже получил свою первую, самую низкую оценку. Единственную из них, единственная тройка была у меня по анатомии в институте. Как не подоксально, я сейчас читаю лекцию по лучевой анатомии. Это моя любимая тема. Это тоже было на кафедре в Медицинской Академии. Ну, собственно, приступим. Цель моей лекции сейчас для вас показать, что вы вправе, вернувшись в свое отделение, требовать от лучского диагноза. Если вы зайдете в ординаторскую и спросите его, что-то вам скажут. Нет, мы этого не можем. У вас будет несово доказательство того, что нет, на самом деле вы это можете. Просто это не хотите. Сейчас я попробую. Ну, все вы видели серые, черно-белые, скучные картинки, которые, в общем, делают вас не очень счастливыми, даже если они не в универсиальном корональном возрасте. И нормальный хирург, нормальная реакция – это вот такая. Сделание красиво, цветло или что-то было 3D. И когда мы делаем цветное 3D, все сразу расцветает, жизнь становится прекрасной, эти улыбаются немножко. Ну, если бы это было так, на самом деле, то жизнь была бы слишком простой. Чудес не бывает, все немножко более сложно. Поэтому мы сегодня с вами договорим о том, как правильно делать КТ-исследование, как использовать КТ в качестве основного метода оценки резинтабельных стеколхоли, роли в МРТ в визуализации факультального рака и некоторые сложности в визуализации, с которыми мы объективно сталкиваемся до сих пор, и которые мы без сих пор не можем. Это речь, чтобы тоже были о них. Ну, под конец немножко о нашем продукте, который мы с гордостью производим. Это, само по себе, заключение. Итак, как нужно сканировать правильно подглодочную железу? Во-первых, нужно избавиться от давно устаревшего, по крайней мере, в этом аспекте перорального контрастирования. Пероральный контраст вреден, потому что он скрывает часть контрастности, он мешает визуализации желудочной железы и всей конкреатобиллярной, гипотической вот этой зоны. Поэтому вот это плохо, это хорошо. Хорошо напоить акцента, хорошо раздуть ему желудок, и у нас, конечно, на кишку, просто водой. Прямо перед исследованием. Можно дать слабый разбор контраста, но тут просто слишком много вариантов, да, у кого-то слабый, это такое, у кого-то слабый, это такое. Поэтому лучше использовать просто воду. Собственно, дальше сама методика сканирования. Конечно же, это все-таки с контрастом, мы не будем об этом, мы не будем об этом уборить. И здесь тоже укроется такая хитрость, что все всегда делают энтериальную фазу, при болезненном контрастировании это нормально. Все всегда делают венозную фазу, а вот танкреатическую фазу, которая является ключевой для визуализации подглодочной железы, делает ретро. Она наступает как раз сразу после артериальной фазы, где-то на 35-45 секунду от начала введения контрастного препарата. То есть она как раз между артериальной и венозной. И это та часть протокола, которая критически важна для визуализации опухоли на фоне поджелудочной железы. Почему она так важна? Потому что если вы посмотрите даже на этом подернутом какой-то дымковое изображение, вы увидите, что именно в танкреатическую фазу контрастность поджелудочной железы, то есть ее яркость нам наиболее оптимальна. А так как опухоли поджелудочной железы являются гиповоскулярными, то есть они меньше купят контраст, чем здоровая железа, то на этом фоне они контрастируются более уверенно. То есть они отличаются от железы более качественно. Соответственно, в эту же фазу зачастую улучшает дна и верхняя железная вена, и сосуды артерии целиака и артериального бассейна, которые также критически важны для планирования. Впрочем, сосуды артериальные видны, конечно, хорошо в артериальной фазе, но это, пожалуй, единственное, что хорошо видно в артериальной фазе, поэтому иной ей можно было бы пренебречь. А вот эти две фазы, конечно, очень критикны и очень важны. Накреатические для оценки самого локального статуса опухоли, а генрозная для оценки наличия отдаленных метастазов. Что делать с контрастным препаратом? Здесь тоже кроются несколько таких больших проблем. Во-первых, это должна быть высокая концентрация контраста. То есть, врачитель используют 350 и больше миллиграмм на миллилитр. А 300 и все остальное, это все, что меньше, это не очень хорошо. Нужно использовать больше контрастного препарата, чем привыкли к вашей генопе. То есть, это вывозит из зоны комфорта, если им приходится вводить не 100 мл контрастного препарата, а 150, 170, как они вообще. Тем не менее, таковы требования к конкретическому протоколе. Более того, этот объем контрастного препарата должен быть введен быстро, лучше, если он будет введен за 25 секунд. То есть, до 150 мл контраста вести за 25 секунд, вы можете прикинуть, что это скорость больше 5 мл в секунду. Это порядка 6. Это выводит, опять же, многих генологов из зоны комфорта, потому что мы до сих пор не очень привыкли к тому, что можно работать на таких скоростях инъекций. Это можно. До 8 мл в секунду нормальная, неизмененная вета. Не поврежденная химиотерапия, она выдерживает при правильной постановке контентра. Это вполне возможно. Ну и, соответственно, конечно, нужно обязательно давать пульс преследующим, то есть, попал красивый фотосформ. Тогда у вас получится красивая и 2D-картинка, на которую будет приятно смотреть, и 3D-изображение, с которого будет понятна, да, визуализация тех сосудов, про которые я только что говорил Леван Асимовича. Собственно, технические параметры сканера, я не зря здесь останавливаюсь на всем, потому что это критически важно, это краеугольник, это небольшая толщина среза, это низкое напряжение на рентгенской трубке, потому что чем ниже напряжение, да, чем ниже монтаж, тем ярче идет, то есть, чем контрастнее контраст, если говорить не только о технологии намеренной. И это очень помогает в визуализации этой зоны. Соответственно, если вы снижаете киловольт, да, что-то нужно повысить, мы повышаем миллион в первую секунду, да, повышаем ток, и это позволяет нам избежать просадки прошуга, и используя современные алгоритмы итеративные реконструкции, да, которые позволяют от вот такого зернистого изображения постепенно перейти к чему-то более гладкому, более приятному для глазок и за бесплатно, то есть, это не стоит ничего с точки зрения ни лучевой нагрузки, ни контраста, просто включение опции, программную опцию фотомографии, которая, в общем, есть в большинстве современных сканеров, и это работает и позволяет получать оптимальные картинки, которые годятся для экспертной визуализации этой зоны, а не вот такие неприемлемые, с каким-то непонятным вялым полисом контрастным препаратом, недостаточного количества, на непонятных режимах трубки и так далее, и так далее. То есть, конкретический протокол – это первое, что мы должны соблюсти. Собственно, мы получили красивые картинки. И что нам делать дальше? Мы должны помочь вам оценить резектабельность. Конечно же, мы не будем в своем протоколе писать заключение о резектабельной или нет, я думаю, это будет последнее, что мы напишем в своем заключении, потому что, конечно, это решение принимает хирург. Тем не менее, конечно же, рентгенолог должен знать о том, какие структуры критичны для оценки резектабельности и описывать их конкретно в своем заключении. Это прекрасно прописано в консенсусе по пограничным резектабельным оккулям от прошлого года. И это все абсолютно непреложная истина, которую мы с знаем. Но в вашем отделении ничего диагностики не обязательно работают люди, которые занимались ужином грудочной железой. У них еще, по миру и всего прочего, приходится смотреть голову, грудные клетки, коленные суставы. Поэтому, если вы будьте любезны и покажете им что-нибудь из этого материала, я думаю, что это будет полезно и для них, и для вас. Собственно, есть четкие критерии, которые позволяют нам, пускай не со 100%, но, по крайней мере, с какой-то повышенной чувствительностью и специфичностью, говорить о повлечении антери. Это прилежание до 180 градусов окружности засуда считается ограниченной десектабельной историей, и окутывание считается полным повлечением. В данном случае совершенно точно нельзя освободить от опухоли. И для того, чтобы оценить это на КП, нам, естественно, нужно вывести сосуд по короткой оси, нужно наклонить так, чтобы поперечник был ровный поперек сосуда, а не как-то наиск и все проходили. И дальше уже оценивать взаимоотношения опухоли и грамма сосуда, смотреть на каком расстоянии, на каком градусе окружности опухоль прилежит к нему, и таким образом делать включение вовлеченности или невовлеченности сосудов. То есть это не именно ньютон, это просто требует некоторого усилия по поведению нужной проекции. Еще обратить внимание, что так как опухоль очень мудрости переневральна, и это ее особенность, и нервных питений, как говорили на массивничном животном, там очень много. Соответственно, даже вот такая небольшая дымчатость, которая прилежит к сосудам, должна потенциально рассматриваться на первичной этапе, на этой первичной оценке, должна рассматриваться как потенциальная эвазия, потому что здесь может быть, если посмотрим крупнее, в этой дымчатости, в этом инфильтрате могут находиться опухолевые клетки, которые просто еще пока не вынесли в что-то большее. Ну и, соответственно, если вы видите вот такие побитые жизнью, как изъеденные сосуды, то это тоже, конечно, критерии увеличенности, как бы не прилежала опухоль к ним на каком градусе, если они уже деформированы, раз это деформировано, то это значит, что они увеличены. Конечно же, повторяясь, опять, мне сегодня приходится повторяться за критерийством Годоровским, мы, конечно же, хорошо видим вариантную анатомию целяками из анатолиального бассейна, и, конечно же, мы можем это отображать в своих исключениях, особенно, если вы нас будете настойчиво об этом просить. Если вы пару-другую раз напомните своему рентгенологу, то, наверное, на третий раз он начнет вам это писать, потому что в норме мы, конечно, не интересуемся, какая там артерия отходит добавочно от левожелудочной, да, еще от верхней прежевичной, бечеточной артерии. В общем, нас это не очень интересует, потому что у нас перед глазами вот такая опухоль, которая прорастает везде, и нам страшно все это надо писать, максимально подробно, да, то есть она вот такую очень важную, как бы нам оказалась мелочь. Рентгенолог может не обратить внимание, но с вашей помощью, я думаю, это случится. Ну и, конечно же, как и сопутствующие заболевания, могут быть елку и эстенозы в этом бассейне, да, как примеру этого пациента. Мы сами видим, помимо вовлеченности членового ствола, его ветвей, мы видим еще и такую пляжку в пусте верхнебежечной артерии, которая, в общем же, тоже, мягко говоря, осложняет, жизнь пирург в этой ситуации, потому что группы сосудов оказываются так или иначе скомпрометированными. Вены. Вены. Вены мы при правильном контрастировании хорошо видим, и в том числе и те мелкие веточки, о которых, опять же, уже было упомянуто выше, и ствол генле, и ветвы точные пешки, или ветвы точные пешки, все это прекрасно видно, и, соответственно, можно оценить расстояние, да, можно оценить протяженность инвазии или вовлеченность тех или иных сосудов. Есть, опять же, критерии венозной инвазии, и немножко другие, да, аблюзия, которые редко встречаются в реальном случае, в вене легко аблюзируются. Те же самые 180 градусов – это инвазия, да, деформация и симфон, так называемые слизы, которые мы сейчас видим в скамеру. Вот здесь дал такое втягивание о сосудов опухоли – это такие характерные критерии для вовлечения венозу. Собственно, почему мы с вами используем КТ, здесь Алекс все время говорил про КТ до сих пор, а не МРТ. Потому что МРТ – это двухмерный метод. Он характерен тем, что в нем нельзя построить красивую михотропное изображение, которое было бы одинаково хорошо во всех плоскостях – фрукциальной и корональной и сапитальной. Видите, ну, здесь мне еще помогает размытость экрана, да, видите, здесь контуры не такие четкие, и разрешение вот этой картинки, если я вам скажу, сколько оно, вот само МРТ, в принципе, любое, оно приблизительно 320 на 300 пикселей. То есть это как у вашей Nokia, которую мы выбросили лет 10 назад, да, вот такой кранч цветной. Вот это разрешение МРТ, в котором работает МРТ. КТ, правда, чуть-чуть получше, но все-таки лучше. У нас тут она 2, у КТ разрешения лучше. Поэтому, когда мы говорим про визуализацию на МРТ, то получаются вот такие не очень четкие, да, не очень детальные картинки, их можно сделать, я могу сделать тут ретешку, да, цветную красивую картинку, в том числе и из МРТ-изображения, но если вы ее сравните с тем, с той детализацией, которая получается из нормально сделанной КТ, то это, конечно, не моя земля. Тем не менее, это не значит, что МРТ совершенно бесполезна и никаким образом не должна использоваться. МРТ хороша для поиска изотенцинных опухолей, потому что порядка 10% опухолей поджелудочной железы, мы сейчас говорим про рак, да, они изотенцин, они вообще никак не отличаются от паренхима, их не видно просто. Их можно только по простым признакам заподозрить. Это диагностика других образований поджелудочной железы, будь то кистозные опухоли, здесь МРТ гораздо лучше расправляется, чем МРТ, и рандокрины, или мимики рака, да, то есть фокальный конкретик, который часто путается с опухолью. И, конечно же, очень, наверное, главная роль – это работа с очагами в печени, потому что вы понимаете, что если у нас есть какой-то очаг в печени и это метастаз, то, в общем, работа хирурга на этом заканчивается, он может спокойно разворачиваться и выходить там домой или приходить к следующему кейсу. И мы с вами чуть-чуть попозже об этом еще поговорим. Вот один из примеров, когда на КТ опухоль просто совершенно изоденственная, при этом на МРТ без контраста, даже просто МРТ без интервентного контрастирования, она уже четко визуализируется. Это, безусловно, не все опухоли всегда так ведут, но есть часть опухоли раков, которые делают именно вот такую силу подкладывают нам в учебный диагноз. И диагностика очагов. Естественно, здесь МРТ, ввиду своей мультисперметричности, ввиду своей большей высокой контрастности на мехатканах, позволяет нам проводить ее более успешно, чем на КТ. И, например, в данном случае, когда мы видим явный ажак вправо на роль в печени, у пациента рак, протопограк головки, мы делаем изображение крупнее, ну что, метастаз, все, можно закрывать этот случай, да, и отдавать его химиотерапевту. Но при этом мы с вами видим зону хвалги, да, мы видим расширенный проток, мы видим гидримию, да, мы видим характерное такое кальциридное, плотное кальциридное накопление вокруг этого очага, и это делает возможным диагноз абстезса, да, что было далее подтверждено там антибактериальной терапией, да, эти образования сначала с участием уменьшились, а затем ушли. То есть, МРТ по сравнению с КТ – это просто только малая часть тех видов контрастности, тех вариантов картинки, которые дает нам МРТ. В КТ это все очень просто, это просто КТ, который будет в разные фазы контрастировать, и все, то есть там один тип контрастности, да, в МРТ он должен быть на красности, именно поэтому он так сложно, может быть, в привычном понимании для хирурга, но именно поэтому он так и позволяет лучше дифференцировать очаги. Не ясные гимонгиомы, которые кажутся метастазами на КТ, да, вот такие абсцессы, которые тоже могут на фоне флангита возникать, связанного с мобилиарной гипертензией, в общем. Сегодня на МРТ вот такая работа проводится лучше. И пару слов про гипоцессивные контрастные препараты, которые многим, я думаю, вы здесь присутствующим, кажутся волшебной палочкой, что вот если мы назначим МРТ вот с этим делом, то сразу с печенью станет все ясно. То есть если были вопросы, они снимутся. Я немножко вас огорчу, это не так. Я, конечно, не говорю о том, что эти препараты не работают, но у них есть свои четкие показания к применению. Чаще всего это контраст второй линии. Если пациент еще не сделал, то есть если пациент показан на МРТ, живота или МРТ печени, но ему еще не сделалось МРТ с обычным контрастом, не следует назначать медицинский патсессивным контрастным препаратом прямо сразу. Потому что у него есть ряд особенностей, которые делают его менее нормативным в плане диагностики в некоторых образованиях. Поэтому лучше всего, если мы будем использовать его в диагностике гипервоскулярных очагов печени, то есть вот эти, которые здесь перекислены. Обратите внимание, среди них нет медостатства по данным контрастом, потому что все гипервоскулярные и они совершенно не имеют ничего общего с этими препаратами. За исключением поиска мелких очагов перед резекцией печени. То есть вот эти препараты позволяют нам лучше визуализировать варенхему печени, она накапливает контрастный препарат, и очки на ее фоне становятся более контрастными. И поэтому мелочь, которую очень важно выявить, например, при планировании гемогиподротомии или какой-то другой резекцией печени, ее на этих препаратах лучше видно. Поэтому если ольга на эстетический процесс, но тоже скорее, конечно, нету желудочной железы для полуретального рака, например, если вы планируете гемогиподротическую печень, то это может помочь вам найти дополнительные метастазы, которые еще не видны на ГКТ или на МРТ-совершеннадзор. То есть, в общем, в панкреатическом аспекте вот эта вся история нам практически бесполезна. И, конечно же, нельзя обойти внимание на дифодианностику фокального панкреатита и рак патилучной железы, который, как в данном случае, в головке очень некрасивое образование, это очень гипероскулярное, с явной панкреатической гипертензией. Ну, бра, все фактически признаки, а у всего пациента есть. При этом после ПТР мы получаем хронический панкреатит. И, в общем, вот так, в русском пациенте сделаем ПТР по поводу хронического панкреатита. Но это та наша слабая зона, где мы до сих пор еще плаваем. Со всеми своими возможностями. КТ, МРТ, стандраста, ПЭТ. Здесь все равно у нас есть некоторые сложности. Да, у нас есть ряд дизайнальных признаков, которые с той или иной, видите, степенью достоверности или уверенности, два плюса, один плюс, позволяют нам это дифференцировать. Но здесь, к сожалению, все еще по-прежнему не совсем просто. Поэтому, если у вас будут такие случаи, знайте, что это не ваш лучевой диагност, плохой и делает ошибки. Это объективные сложности, с которыми сталкиваются все общие диагностики, которые занимаются этой историей. И тоже критичная история. Это оценка рестагирования, оценка простой химиотерапии. Когда мы видим, как уменьшается размер опухоли, но при этом остается около сосудов какая-то, какая-то край. Этому пациенту была выполнена операция ЭПЛБ с логическим заключением фиброз. В этом месте опухоли нету. То есть, то, что мы видим на контрольной КТ перед операцией, это не опухолевая ткань, хотя она выглядит ровно точно так же, как она выглядит в добре звание. Это просто какая-то ткань, которая окружается в сухую. И следующий пример другого центра, у которого эта ткань даже копила как радиофарк препарат, или ПЭТ-исследование перед операцией. И при этом все равно это оказалось фиброзной тканью. Поэтому стратегия здесь такая. Если есть стабилизация опухоли или регресс опухоли, вы получали вот такие протоколы в своей практике. И я уверен, что когда-то приходилось брать маркер, или с энтузиазмом выискивать их любить смысл в этом большом потоке сознания лучевого диагноста, пытаясь понять, что же из этого текста может быть вам полезно в работе. Конечно, гораздо лучше, если текст бы выглядел более структурно. И, собственно, об этом написана тонна работ. В том числе есть чудесная работа по структурному заключению, какие в нем разделы должны быть при описании рака по желудочной железе на АКТ, при первичном его стагировании. Я не буду все это зачитывать, потому что, в принципе, это достаточно понятная для всей аудитории информация. Только скажу, что по этой ссылочке или по этому QR-коду есть образец такого протокола, то есть это такой бланк, которому вы можете дать лучшему радиогносту, и он есть в курсе, к нему написать. Поверьте, и его жизнью растится, и ваша, и вообще растет тысячу цветов. Пожалуйста, пользуйтесь, делитесь. Это не какой-либо номер бетона, но это очень-очень важная история для эффективной коммуникации между радиологом и АКТ. Ну и, конечно, вы вправе потребовать от рентгенолога нормальных картинок. Не просто хорошо сделанных исследований, но и хорошо обработанных. То есть, чтобы это были красивые 3D изображения, чтобы на них были отрезаны лишние сосуды, чтобы ничего не мешало вашей резонизации. Да, это кропотливый труд. Да, это заняло у меня, ну, скажем, 20 минут подготовки к этой картинке. Я всегда себе говорю, когда я сижу, вырезаю вот эти вот все изображения, я всегда вспоминаю, сколько длится ПДН, да, сколько длится какой-либо дебалкинг при депертонизации по поводу опухоли личных. Да, сколько часов стоит операционная бригада, да, и мои 20 минут кликаньем вышкой, они, конечно, еще не что-то сравним с этим. Своим усилием, я всегда говорю себе, своим коллегам, которые кривят лица, когда я им предлагаю сделать что-то красивое и понятное для хирурга. Тем не менее, если вам не удается найти вот такой общий язык, вы можете помочь себе сами. Есть совершенно две бесплатные, их, на самом деле, масса, вот эти две самые распространенные для Витмуса, для МАКа, для МАКОС, программы, на которых можно делать, пускай, не такие красивые изображения, но очень сильно похожие на них, а, в принципе, при должном умении и такие тоже. Я, в целом, может, сейчас даже какую-то, там, каморь-небечную, я считаю, что, конечно, конкретно хирург, как и любой, в принципе, хирург должен хотя бы уметь ориентироваться в КТ, ну, по крайней мере, в КТ-изображение. Потому что вам потом, да, летим этот живот, да, и дорожную карту, которую мы вам даем, вам бы неплохо было тоже читать, а не только по метке к ней делать. Поэтому, если вы начнете этим заниматься, то хуже от этого точно никого не станет. Это совершенно, повторюсь, замечательная программа, они бесплатные доступы, поэтому вы сможете спокойно эксплуатировать или не делать каких-то супергеографических мощностей. Ну, и как простой вариант конкуренции с вот такими чудесными пластинатами, которые лежат слева от Алексея Михайловича, это современный синематический рендеринг, это тоже современная такая 3D-обработка, которая как раз потребует специального софта и серверов, вот. Но она тоже становится все более и более доступной. Вот такие картинки скоро можно будет получать уже, в принципе, мутильные, да, но это достаточно детализированные и реалистичные по своим цветутеням и так далее, и так далее. Суммируем. Мы должны с вами вернуться в свое удивление и потребовать, чтобы у вас был специализированный демокреатический протокол, а не такой, как, наверное, все остальные животные, да, чтобы там было и специальные параметры сканирования, и специальные параметры инъекции контраста. Это правильное детальное описание сосудистой анатомии и степени элазии. Это разумное использование МРТ, чтобы вы знали, что он должен применяться, если у опухолекистозный компонент по данным предварительных исследований, что вы клинически перезреваете рак, а на КТ или укусили, то есть его не видно, или если у нас есть неясные очевидные вещи на это. Конечно же, помогите своему геологу, скажите, что вам не нравится читать этот сплошный текст, попросите его писать об этом, и попросите сделать вам какие-то картинки, начните делать это, что вы себе представляете. У меня на этом все. Я хотел бы пригласить вас и ваших коллег на готовую конференцию Московского общества регион радиологов в 19-м году. На выходе в декабре она будет целиком посвящена инвестиционализации в отологии. Это будет два дня. В общем, интересных рекондиционных на ссылке. До встречи. Ждем вас. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok